Композитор Антон Рубинштейн, который мог часами просиживать за нотной бумагой, чувствовал себя не в состоянии написать обыкновенное письмо. По его словам, ему было значительно легче сочинить большую симфонию, чем маленькое письмо. Одному из своих друзей он рассказал, что однажды он все-таки настрочил письмо в шесть страниц. «Но знаете, что из этого вышло?» — спросил он. «Когда это ужасное письмо было закончено, я прочел его, и, оставшись крайне недовольным своим сочинением, так и не отправил его, а тут же сел в поезд, приехал туда, где проживал адресат злополучного письма, и быстренько обо всем договорился с ним лично». Другая история гласит, что на вопрос о том, позабавила ли его когда-нибудь критика, Рубинштейн ответил, «Конечно». В одной из калифорнийских газет было написано «Фортепиано было великолепным». Неплохо сыграл и Рубинштейн. Василий Сапожников, «Ария демона» из оперы Рубинштейна «Демон». АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН ПЕСНЯ 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 Только ночь своим покровом Вверхи Кавказа осенит, Лишь только мир волшебным словом Заворожён и замолчит, Лишь только месяц золотой Из-за горы тихонько встанет И на тебя укроткой взглянет. Тебе я стану прилетать, Гасить я буду до денницы И на шелковые ресницы Сны золотые Золотые нагевать, Да, к тебе я стану прилетать, Гасить я буду до денницы И на шелковые ресницы Сны золотые И на шелковые нагевать, И на шелковые ресницы Сны золотые И на шелковые ресницы, Спасибо.